приветствую гостей и подписчиков канала бодр 23 хотел бы с вами обсудить резонансные события сегодняшнего дня ушедшего это то что алексей гончарук и кабмин остаются при работе ну и самое главное что владимир зеленский нашел в себе силы и возможность дать шанс работать дальше если взирая на такие скандальные события но могу сказать что это звенья одной цепи что принципе зеленский в принципе правильно дал возможность это шанс который не каждый раз дается но по факту грубо говоря в пленках не было криминала но был конечно факт неуважения и по моему мнению естественно обманывать не стоит лучше прямо без косвенных намеков говорить что да как и как происходит стране они уходить в заблуждение и не искать каких-то приукрашиваний действительности реальности которые у нас происходят в стране это одно но второе конечно я думаю туман на голове зеленского и всех остальных уже развеялся надо действительно последнее китайское предупреждение говорить это по поводу безопасности разговоров совещания всего остального выключать мобильный телефон и не знаю искать прослушку или искать крысу как я уже говорил это оптимальный выход потому что действительно страшные тайны будут сливаться и все остальное гипотетически если представить что например украина будет проводить силовую операцию на донбассе будет совещание будет обсуждение и уже враг будет знать об этом до самого наступления это очень печально что информационная безопасность не соблюдается сливается разговоры как народных депутатов так и кабинета министров с министрами это недопустимо условиях информационной войны и войны которые у нас происходят на востоке украины это во первых но во вторых помимо того что не соблюдается информационная безопасность нету этикета в общении на совещание грубо говоря ну конечно все были расслаблены я так понимаю вели неформальную беседу но все же уважение к президенту надо иметь даже не формальном общении это моё личное субъективное мнение ну а по факту зеленский дал не только шансную возможность исправить ошибки а конкретно дать в работу над ошибками своим коллегам из министерства это во первых первое это зарплаты зарплатный вопрос стал ребром потому что у нас комическая ситуация не позволяет выдавать топ зарплаты при отсутствии топ результатов поэтому кто негодует по зарплате из министров возможно будет отчислен и так сказать зарплата будет понижаться либо либо есть результат есть зарплата вот это будет такой критерий далее помимо министерстве с наши многострадальные государственные предприятия такие как укрпочта укрзалезницы и все остальные зарплаты топ-менеджмента которых завышены в несколько десятков то есть сотен раз отсутствуют результаты например укрзалезницы понятно богатое предприятие есть откуда брать поэтому там и члены совета и все остальные могут получать достойную зарплату ну как достойную космическую зарплату по нашим меркам украинским но укрпочта это конечно очень печально миллион девятьсот тысяч гривен зарплаты при том что укрпочта деградирует разваливается закрывается отделение копеечные зарплаты почтальонов у работников почты и при этом топ-менеджмент получает такие базу основные суммы ребята но это путь никуда это это не тот путь развития экономики и развития самого предприятия ну а дальше я могу сказать что если действительно менеджмент подправить свою финансовую так сказать загоножированность им понизить в любом случае нужна зарплата потому что в данном экономическом положении платить такие нереальные зарплаты это просто зашквар ну и самое главное что зеленский дал задание все-таки это с министерствами некоторые министерства были ошибочно объединены надо провести работу над ошибками понятно экономия финансов приводит к тому что гопируется много министерств и они занимаются всем чем хочешь например министерство экономики занимается уже и сельским хозяйством всем остальным поэтому думаю будет разделение министерств но данной ситуации по скандалу что могу сказать ну это конечно был прецедент это слив прослушки второго человека государстве это сбу и все основные органы должны заниматься этим если конечно варианты фантастические не знаю или полу фантастические может ближе к реальности что это аваков слил и кто-то еще писал но если уже сами месяц внутренних дел это пишет но по крайней мере сайт борисович любить организовывать схемы мутки и все остальное но как бы его разговоры так не сливать жестоко поэтому если он взял это на вооружение конечно стоит опасаться министром выключать телефоны не знаю сказать жучки господи общаться в общественных местах и перебивать шум других голосов свои голоса ну а самое главное что надо вынести команде из это из этой ошибки этой чудовищной ошибки это надо сначала думать а потом говорить и не наоборот потому что когда ты ляпнул сказал и думал этого не будет последствий к сожалению это в наше время не происходит есть конкретное давление есть как говорится все враги группировались а следят за каждым пуком каждым шагом поэтому надо быть бздительным ну так сказать неформальным действительно надо проявлять очень большую осторожность высказываниях в общении в личном не в личном не рабочее время и в неформальном можно же записать человека например выпил расслабился и говорит всю правду что думает о зеленском или например зеленский то же самое не дай бог запишут расскажет всю правду но это наверное будет конечно культовое видео если владимир александрович расскажет все да как есть еще и с крепким словцом но все же хайп на этом брать не будем я думаю все таки толерантность и взвешенный разговор победят желание проматериться и сказать пару крепких слов друг другу ну а алексею и гончаруку желаю все таки удачной работы не отвлекаться на вот такие вот неформальные между собой чеки а вести действительно хороший диалог я понимаю закрыли совещание кабмина потом дают пресс-конференцию после этого но я не знаю на закрытых совещаниях если вас будут опять слушать же опять сливать информацию это успех будет стремиться к нулю действительно надо вернуться к информационной безопасности потому что у нас сейчас время непростое и выпад колпаком грубо говоря но владимир сандачу зеленскому терпение все-таки эта ситуация этот запись на записные скандалы могут так сказать хотел сказать кассетным уже кассеты не рулит это было время 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 кучмы но здесь скандал реальным он должен дать яркий маркер последний китайское предупреждение кабмин он высказал но это действительно показывает на том что люди должны нарабатывать они дотягиваться просто к зарплате присасываться к кормушке и все остальное дим сану еще хочу сказать что действительно после этого после этих новостей после этих записи видно что президент честно вот его хотят мы приукрасить действительность а получается по факту не доверяет ищет альтернативные источники информации перепроверяет ну и когда такая ситуация происходит действительно он поступил все-таки великодушно но только правильность этого решения покажет время действительно ли правильно поступили нужно было сейчас уже отправить в отставку кабинет министров и премьер-министров том числе что такие вот пирожки президент все-таки это был правильный выбор народа но команда к сожалению подводит а почему подводит скажу такой краткий экскурс потому что действительно есть кадровый голод в украине наша страна непростая засланных казачков очень много перекрашенных соросята и все остальные пришли в команду и их надо потихоньку через мелкое крупное сито пересеивать это политическая борьба это политический процесс ни одного дня и ни одного месяца даже может год-два на это пойти но я верю все таки что если кто работает и старается трудиться тот приходит к своей цели то же самое ему сказать что владимир александрович и команда слуги народа думаю все смогут сделать для того чтобы у нас в стране были улучшения мир на донбассе и самое главное чтобы наш уровень жизни поднялся наконец-то с этого нулевого минусового даже искать уровня так что так ну что ж господа надеемся на лучшее готовимся к лучшему будьте осторожны следите за своими словами поддерживать информационную безопасность но если вам понравилось данное видео ставьте свой лайк если не понравилось конечно естественно дизлайк комментируйте жду ваших отзывов самое главное пребудет сами сила и до новых видео всем пока